Мороз и солнце, день чудесный. Уже пятница, друг прелестный. Скорее просыпайся, включай Дон 24. Мы уже тут. Доброе утро. 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 Днем в Тарасовском, Белой Калитве, а также Красном Сулене, возможно, гололедица. Среднесуточная температура воздуха составит от минус 2 до 12 морозных градусов. В шахтах ночью термометры покажут минус 13, ну а днем прогнозируется 2 градуса мороза. В Зернограде переменная облачность и 1 градус ниже нуля. Ночью термометры опустятся до минус 7-9 градусов. В Целине Сальские и Таганроги сегодня аналогичные значения. Днем установится преимущественно нулевая температура воздуха. К ночи похолодает до 8 градусов мороза. В Ростове-на-Дону ночью минус 9, днем 1 градус ниже нуля. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Я желаю всем хороших выходных и отличного настроения. Передаю слово моим коллегам. Спасибо, Вера. И я думаю, что самое время Алексею занять место в специальной студии и рассказать о том, что же звезды предполагают на день сегодняшний. Итак, вот что ждет нас сегодня. Овны будут притягивать внимание окружающих. Сегодня для вас все двери открыты, но все же не стоит быть слишком напористыми. Тельцам звезды сулят спокойный и гармоничный день. Проведите его в единении в тихом месте. Можно отправиться на прогулку в парк. Близнецы стоят на пороге перемен. Уже скоро вы сможете прочувствовать их на себе. Появится возможность наладить старые контакты с теми, с кем уже давно оборвана связь. У раков этот день благоприятен во многих отношениях. Он откроет для вас новые возможности. Не упустите шанс реализовать то, что было давно задумано. Хороший день у львов. Все будет складываться как нельзя лучше. Также сегодня весьма полезно учиться чему-то новому. Девам же придется быть готовыми к решительным действиям. Именно их потребуют обстоятельства, складывающиеся вокруг вас. Нельзя отступать и сдаваться, а также поддаваться на провокации. Дела у весов идут более чем хорошо. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Вас ждут неожиданные обстоятельства, которым вы будете очень рады. От скорпионов сегодня потребуется максимум аккуратности и осторожности. Ведь именно эти качества помогут не только избежать ошибок, но и показать, что вы способны на большее, чем ваши конкуренты. Непредсказуемый день ожидает стрельцов. Скорее всего, сегодня все пойдет не по плану. Не стоит расстраиваться. Будьте готовы импровизировать. У козерогов возможны недопонимания с близкими людьми. Это происходит от волнения и переживаний за вас. Внесите ясность в ваши отношения. Расскажите им о своих планах. Пассивное настроение водолеев может сказаться на продуктивности. Общение с окружающими дается труднее, чем обычно. Вас могут неправильно понять. Постарайтесь оградить себя от ненужных контактов. Непростой день у рыб. Какие бы задачи ни стояли перед вами, не удивляйтесь, если справиться с ними быстро не удастся. Также могут возникнуть финансовые проблемы. Будьте начеку. Не знаю, говорят ли что-нибудь звезды автолюбителям. По-моему, даже небесные светилы уже давно отчаялись что-то изменить ситуацию как-то на дорогах России. Но зато не отчаялись наши парламентарии. Дело в том, что в 2019 году власти Дона выделят на ремонт дорог в два раза больше денег, чем в этом. Да, на ремонт дорожные инфраструктуры потратят 3,3 миллиарда рублей в 2019 году. Деньги будут выделены в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги». Это в два раза больше, чем в прошлом. Напомню, что в этом году на реализацию этого проекта было направлено 1,6 миллиардов рублей. И за счет этого было отремонтировано 85 дорожных объектов общей протяженностью 146 километров. В результате чего доля дорог в нормативном состоянии выросла в ростовской агломерации с 56 до 65%. Кстати, в следующем году деньги пойдут на капитальный ремонт 535 километров автодорог Ростовской, Таганрогской и Шахтинской агломерации, а также части региональных дорог. Напомню, что Ростовская область участвует в проекте «Безопасные и качественные дороги» еще с прошлого года. Цель проекта – довести долю автодорог, которые соответствуют нормативным требованиям, до 85% от общей протяженности. Друзья, в общем, будет где побегать и где размяться. Отправляемся на зарядку. Круговая тренировка. Важно! При нахождении на степ-платформе, во избежание падения и травмирования, ноги находятся на ней полностью, а не частично. Первое. Прыжки на степ. Встаньте прямо. Ноги поставьте по сторонам от степ-платформы. Колени слегка согнуты, мягкие и остаются такими на протяжении выполнения упражнения. Спину держите ровно. Руки зафиксируйте на уровне груди или чуть ниже. Сделайте прыжок на середину степ-платформы. И спрыгните обратно. Продолжайте выполнять упражнение 50-60 секунд. Второе. Выпады со степ-платформы. Возьмите в руки гантели, встаньте на степ-платформу и шагните одной ногой вперед-выбок. Угол должен составлять 90 градусов. Поднимитесь вверх, выпрямляя обе ноги и снова опуститесь в выпад. Не забывайте правильно дышать. При опускании – выдох, при подъеме – вдох. Сделав упражнение 16 раз, поменяйте ногу и повторите то же самое еще 16 раз. Третье. Прыжки на степ-попеременные. Встаньте прямо. Одну ногу поставьте на пол, вторую – на степ-платформу. Колени слегка согнуты, мягкие. Руки зафиксированы на уровне груди или чуть ниже. Сделайте прыжок таким образом, чтобы стоящая на полу нога оказалась на степе, а вторая – на полу, рядом со степом. Повторяйте прыжки на протяжении 50-60 секунд, не задерживая дыхание. Четвертое. Тяга гантели перед собой в наклоне. Возьмите в руки одну гантелю. Поставьте опорную ногу, любую, на степ-платформу. Наклоните корпус вперед, сохраняя спину ровной. И тяните гантели снизу и вверх двумя прямыми руками. Из верхней точки плавно опустите руки с гантелей в исходную позицию. В движении не должно быть инерции. Вдох приходится на подъем гантели, выдох – на опускание. Повторите упражнение 8-10 раз. Пятое. Запрыгивание на степ-наскане. Встаньте рядом со степ-платформой. Спина прямая, руки зафиксированы на уровне груди или чуть ниже. Подпрыгните и легонько коснитесь носком края степ-платформы. Носок при этом натянут вперед. Сделайте следующий прыжок и коснитесь степа носком второй ноги. Поочередно меняйте ноги и старайтесь сохранять один и тот же ритм. Не задерживайте дыхание. Продолжайте выполнять упражнение на протяжении 50-60 секунд. Шестое. Обратная планка на степ-платформу. Упритесь руками в степ-платформу. Спина повернута вниз, а лицо вверх. Ноги необходимо вытянуть вперед, а ладони должны находиться ровно под ключами. Приподнимитесь таким образом, чтобы ваше тело составило прямую линию. Напрягите живот, слегка поднимите кверху таз, натяните носки на себя. Оставайтесь в таком положении максимально долго. Передохните пару минут и вернитесь в начало списка, чтобы повторить все заново. Тренировка включает в себя три круга. Будьте в форме! Напомню, что сегодня 23 ноября, пятница, а в воскресенье 25-го мы всей страной будем отмечать День Матери. Это сравнительно молодой праздник. Он к нам пришел где-то в январе 98-го года и празднуется 3-е воскресенье ноября. И цитирую, как написано в постановлении, которое закрепило этот праздник, что он посвящен бескорыстной жертве своих матерей ради блага детей и в целях повышения социальной значимости материнства. Ну, нужно отметить, что с каждым годом День Матери становится все популярнее. И сколько бы добрых и нежных слов мы не говорили ежедневно, сколько бы поводов не придумали для того, чтобы лишний раз сказать спасибо нашим мамам, лишними они не будут никогда. Ну и в последние годы проведение разных культурно-массовых мероприятий, посвященных этому празднику, становится все больше. И проходят они почти во всех регионах нашей страны. Более чем в 60 субъектах Российской Федерации для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей. И сегодня у нас в программе будет в гостях Ирина Шувалова, которая расскажет о том, что же будет происходить в Ростове и области в честь Дня Матери. Ну, не переключайтесь, наша программа идет своим чередом и пока День в Асторе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 ноября 2006 года образован Южный федеральный университет. Крупнейший научный и образовательный центр Юга России. В нем обучается около 40 тысяч студентов и аспирантов. Университет ведет свою историю с 1915 года, когда в Ростов-на-Дону переехал Императорский Варшавский университет. Сегодня он является правоприемником Ростовского государственного университета, Академии архитектуры и искусства, Педагогического университета и Таганрогского государственного радиотехнического университета. 23 ноября 2010 года в Ростове открыта Донская духовная семинария. Расположена в корпусе на подворье Серафимовского храма по улице Портовая. Продолжаем утро на канале Дон-24 и не забываем о нашей давней пятничной традиции. Дело в том, что каждую пятницу Ирина Черная готовит завтрак вместе с итальянским шеф-поваром. Не помню, как его зовут, но и не важно. Приетро Рангони его зовут. Да, вот так, да. Друзья, в общем, чтобы подкрепиться, отправляемся на завтрак. Тем более сегодня вкусная паста с белыми грибами. Паста для итальянца – это, наверное, все. И рецептов ее огромное количество. Поэтому, Петра, сегодня доброе утро. Снова будем готовить пасту. Еще паста. Еще паста. И это будет паста по-русски? Нет, по-итальянски. Нет, по-итальянски. Что нам для этого надо? У нас сегодня сделали паста с белыми грибами. Боже мой, белые грибы. И они пахнут, я прямо здесь аж слышу. Это изумительно, они так лесом пахнут. Настоящие белые грибы. Мороженые. Живей же мороженое. Да, потому что сейчас в лес бежать очень холодно уже. А что же мы не можем. Что еще нам надо? Начинаем. А, мы уже начинаем готовить. Мы режем мелко белые грибы. У нас гнездо, наверное, это называется. А в принципе у нас все макароны. Я знаю. У нас макароны – это шло. У нас даже называется макаронное изделие. То есть любое… А у вас все макароны. Все макароны, да. Да, лишь бы вкусно. Нам какая разница, как это называется. Да, это правда. Итак, у нас уже паста варится. А мы пока готовим грибы. Всегда, как ты говоришь, бис. Раз, два и готово. Раз, два и готово. Ты знаешь, почему это очень популярный Ростов? И так долго на итальянске? Потому что ценица, которую купили итальянске, приехала. Ростов. То есть про Ростов знают в Италии? Обязательно. Давно. Прекрасно. Давно. Давно. Знаешь, что лучшая паста, приготовленная из муки, выращенная на дону. О. Мы пришли к выводу. Так, сковородка. Сковородка, как всегда. Оливковое масло. На холодную сковородку. Деля у тебя. Я хочу посмотрим. О, спасибо большое. У меня сегодня прогресс. Так, вы скажете, когда хватит. Да? Ты даже знаю, когда хватит. Все, я думала, что хватит. Все, супер. Отлично. Мне уже доверяют немножко что-то. В следующий раз ты готова. И я смотрю. Я побоюсь. Да ладно. Ну подождите, я еще не готова. Мастер, я, маэстро, я еще не готова к такому. Да-да-да-да. Хорошая тоже идея. Итак, мы, значит, быстренько обжариваем лук. Грибочки у нас тушатся. Мы добавили уже белое в сухое вино. Белое в сухое вино. Потом сливки. Почему же это? Потому что должен... Соус быть густым. Но в прошлый раз мы готовили пасту с рыбой. И там не было вашего любимого пармезана. Вы его даже в борщ добавляете. Куда вы его делите? Потому что итальянская рыба не любит пармезан. А, вот так не сочетается, да, рыба с пармезаном? Раньше, раньше, о, рыба, не может пармезанная рыба. Сейчас есть вот рыба, которая ест все. Ну, может, кому-то нравится. Компорт, ладно. Это, как раньше говорили, не может ли красное вино на рыбу. Это не правда. Людям нравится. Людям нравится, значит, можно. Правильно? А у нас еще, знаете, как говорят, если нельзя, но очень хочется, значит, можно. Вот. Паста готова. И мы ее, опять же, выкладываем на соус, на сковородку, чтобы она впитала в себя всю прелесть этого сливочно-гребного соуса. Надо уже забрать свой куст сейчас, хороший. А как бабушка дома подавала пасту? Тоже такими щипцами красивыми? Да. Другой. Большая ложка? Оранжевая, да, большая ложка. Как красиво это у мастера получается. Во-первых, когда я молодой, я сидела на пасту. Все улетело? Красиво. Так, ну а у этой пасты будет название или нет? Нет. Я, знаете, что предлагаю? Надо какие-то названия придумать, список целый. И будем вычеркивать, так мы уже называли, так называли. Итак, мы выкладываем, опять же, в глубокую тарелку, выкладываем пасту с белыми грибами в сливочном соусе. И сверху этот весь соус должен покрыть нашу пасту. Отлично. Сверху разъели чуть-чуть. А там еще один грибочек, не забудьте его, пожалуйста. А, не забирай. Пармезан, все-таки тертый пармезан будет здесь присутствовать. Пармезан и зелень. Это петрушка. Петрушка. Немножко, чуть-чуть. Вот такое у нас получилось блюдо с белыми грибами. Красивое, вкусное, ароматное. Что говорят в Италии? Бон аппетит. Ну и, естественно, не только в пятницу можно полакомиться таким прекрасным блюдом, но и в течение всех выходных угощать даже гостей. А для этого можно сегодня отправиться по магазинам, дабы в Черную Пятницу прикупить продуктов по распродаже. Интересно, в продуктовых тоже в магазинах отмечают Черную Пятницу? Нет, я думаю, что нет. А я думаю, что да. И, между прочим, там можно сорвать большой куш. Продолжаем утро на канале Дон-24. Еще раз напоминаем, что ближайшее воскресенье 25 ноября будет отмечаться один из самых светлых праздников в нашем календаре. Это День Матери. И поговорим прямо сейчас об этом празднике, как его справляют в нашем городе вместе с директором Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону Ириной Шуваловой. Ирина, доброе утро. Доброе утро. И так идет большой праздник. И я уверена, что намечены огромные интересные мероприятия. Какие? Где? Рассказывайте. Рассказываю. Традиционно в нашем городе огромное внимание уделяется празднованию этого чудесного светлого праздника. Во всех абсолютно районах города, во всех дошкольных учреждениях, начиная с самого-самого, малыши поздравляют в детских садах своих мам разными поделками, выставками, песнями и плясками. Мамы на радости сразу плачут. О, мамы плачут всегда. Да, они всегда плачут. Мамы плачут всегда. В школах делаются концерты традиционно, праздники, поздравления. В учреждениях здравоохранения поздравляют. Это ведь не только день мам, но это и день беременных женщин. Традиционно поздравляют и беременных женщин, которые ждут ребеночка, и мамочек, которые вот только родили, еще находятся в родильных учреждениях. Большие мероприятия проходят и в спортивных наших школах. В учреждениях проходятся турниры, посвященные этому празднику. Конечно же, традиционно это делают все детки при помощи педагогов. В каждом районе проходит прием торжественной главы района. Ну и ежегодно, и вот сегодня вечером у нас торжественный прием главы администрации города Ростова-на-Дону, Виталия Васильевича Кушнарева, который посвящен Дню Матери. Прекрасно. А наверняка вот тут как-то отдельно еще многодетные семьи, да, поздравляют? Да, я думаю, что, наверное, им особое внимание уделяют в этот день. Совершенно верно. В городе огромное внимание уделяется и поддержке, естественно, многодетных семей. Сегодня таких семей в городе более трех с половиной тысяч, и они вот воспитывают более одиннадцати с половиной тысяч ребятишек. Многодетные семьи — это сколько деток? Трое и больше, да? Три и больше, да, три и больше. Я даже знаю много многодетных семей. У нас в коллективе есть несколько таких, и это прекрасно. А у меня вопрос, коли уж мы о многодетных семьях заговорили, да, это параллельно идет с вопросом о демографической ситуации. Какие, я не знаю, меры социальной защиты предпринимаются в этом плане? Ну, коли уж мы заговорили о многодетных семьях. Ну, поддержке материнства и детства уделяется большое внимание. Сегодня в городе оказывается более 15 мер социальной поддержки, различной направленности многодетным семьям и малообеспеченным семьям. Это различные выплаты, детские пособия. И вы знаете, одной из новых норм, одной из новых мер соцподдержки с текущего года, с 1 января, у нас выплата на первого ребенка. И вот мы анализируем. Это в нашем регионе только, нет? Нет, это по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина введена такая новая мера, и с 1 января она оказывается. И вот в нашем городе с 1 января впервые стали мамочками впервые 3,5 тысячи женщин. И уже более половины из них получают эти выплаты. У вас есть шанс получить выплаты? Особенно у Алексея. Велик шанс получить эту выплату. На самом деле, за последнее время, вот сейчас по статистике, да, показывается о том, что в Донском регионе немножечко упала рождаемость. Процентов на 6, по-моему, по сравнению с прошлым годом. И я думаю, что все эти мероприятия должны как-то, да? Повысить и выровнять эти показатели. Повысить рождаемость, да? Мы должны выйти, эти 6 процентов добрать. Но, к сожалению, это тенденция на общероссийское снижение, да, рождаемости. Но, тем не менее, в городе Ростове-на-Дону у нас уже в этом году родилось почти 8 тысяч ребятишек. И все эти меры, конечно, направлены на стимулирование рождаемости, поддержку материнства и детства. Ну, тем более, в нашем городе есть общественные организации, которые наверняка поддерживают семейные ценности, да? Ну, помимо самого Департамента социальной защиты, как вы с ними взаимодействуете? Ну, вот женщины, они же себя помимо материнства ищут везде. И, как правило, конечно, организуют эти общественные организации женщины, которые тоже, в том числе, многодетны. Это региональная организация «Донская семья», и «Время добра», и «Ветер перемен». Мы с ними очень активно взаимодействуем, безусловно, поддерживаем и участвуем во всех мероприятиях и привлекаем их к нашим мероприятиям. И вот при нашем совместном взаимодействии реализуется очень много таких, знаете, марафоны добра проводятся в городе, проводятся различные театральные постановки. Активно мы с ними взаимодействуем. Вообще, мне хочется сказать о том, что пошла такая тенденция мамы с детками, молодые мамы, которые находятся в декрете, они сейчас очень активные. Если в мою молодость эти мамы сидели дома и варили в собственном соку там со своими детками, то сейчас мамочки выходят на улицу через интернет. Они организуют какие-то общества, походы, поделки, мероприятия. Это просто прекрасно. Вот у меня, кстати, вопрос. Мамы... Разные нужны, мамы разные важны. Да, естественно, и День Матери мы отмечаем очень ярко и на Дону, и любим этот праздник. А что касается пап, ведь тоже есть День Отца. Может быть, этот праздник тоже начать как-то в массы выдвигать? Да, есть такой праздник День Отца, но, насколько я знаю, он не утвержден на законодательном уровне. Но многодетные семьи, общественные организации уже активно участвуют и организуют такие мероприятия, и мы принимаем в них участие. Прекрасно, потому что это как-то папа... У папы есть шанс получить свой праздник. Мне жалко папа, они обижены как-то, их обходят стороной. Они же тоже прекрасно растят и так же вкладывают. А главное, что они участвуют в этом процессе без них. Как-то семья невозможна. Мамы... Мы уже сказали, что мамы разные нужны, мамы разные важны. И у нас есть маленький сюжет о том, какие мамы бывают на свете. Давайте посмотрим. Ты рядом, и все прекрасно. И дождь, и холодный ветер. Спасибо тебе, мама, за то, что ты есть на свете. Приближается, пожалуй, самый нежный праздник в году, наполненный трепетом и любовью. Мама. Как много кроется в этом простом слове. И есть те, кто точно знают, в чем его смысл. Это такой человек, который всегда кого-то любит. Счастье. Мама. Это... Это радость. У нее черные волоса, с ней рубашка. Мама. Это добрый человек, который жалеет своих ранных. Она дочка моей бабушки. Черные волосы. Она высокая. Она красивая. Красивая. У моей мамы зеленые глаза. У нее губки красные. У нее золотые волосы. За то, что она мне все разрешает. За то, что она... Красивая. Она очень любит меня. За то, что она ласковая, добрая. И всегда меня любит. И всегда меня любит. То, что она меня родила. Чтобы всегда была молода и никогда не болела. И чтобы у нее никогда ничего не болело. И ничего никогда не болело. Чтобы у нее ничего, особенно голова не болело. И никогда ничего не ломалось. Мама. 25 ноября мы отмечаем День Матери. Позвоните своей маме. Скажите ей о том, как сильно вы ее любите. И поблагодарите за самый ценный подарок. Жизнь. Это так трогательно. Это так приятно. Правда? У вас есть дети? Я могу об этом спрашивать? Сколько у вас деток? У меня двое сыновей. Мальчик и мальчик, как говорят вы в детском фильме. Сколько им лет? Семиклассник 12 лет и первоклассник 7 лет. Ну, довольно взрослая уже. Беспокойные? Как и все дети. Как и все дети. Чем увлекаются? Увлекаются чем? У меня младший сын футболист. А почему вы так грустны? Я не грустна. Я очень даже радостна. Потому что этому уделяется больше времени, чем обучению в первом классе. Да, потому что уже турниры и прочее. Старший сын у меня увлекается рисованием, гитара. Ну, такой творческий. Творческий. А в вашей семье как-то принято отмечать День матери? Есть какая-нибудь традиция? В нашей семье есть традиция. И самое главное, когда мы поздравляем мою маму. То есть это бабушка, про которую было сказано в сюжете. Да, это дочь. Мама – это дочка бабушки. Мама – это дочка моей бабушки. Я ей бесконечно благодарна. Потому что она, вот знаете, самый важный человек в жизни – это не громкие слова. Она научила меня быть, наверное, мамой такой, какая у меня есть. И сейчас она очень сильно помогает мне с воспитанием моих сыновей. А вы помните те ощущения, когда вы узнали, что у вас будет ребенок? Я помню те ощущения, когда узнала, что у меня будет ребенок. Но для меня самое сильное было впечатление в жизни. И ощущение тактильное, которое я не забуду никогда в жизни. Когда мне впервые после рождения приложили к щеке щечкой моего старшего сына. Спасибо. Правда, это вот эмоция, которая не забудется никогда. Я думаю, что многие мамы помнят вот эти ощущения. Но дети вырастают и, естественно, вылетают из гнезда. Но некоторым детям нужна особая поддержка мамы в течение всей жизни. Это особенные детки. И хотелось бы поговорить и вспомнить этих мам действительно с большой буквы «мам». Потому что они не просто уделяют внимание, им нужно в два раза больше времени уделять своими деткам. И мне кажется, да, мы об этом тоже можем, наверное, поговорить. Как их поздравляют, как их поддерживают? Это очень важное направление работы. Спасибо, что вы его затронули. Эти дети мои герои. А их родители вообще супергерои. Потому что они обладают необыкновенной силой, выдержкой. У них есть чему поучиться. При этом для них их дети — это обычные дети, как и для нас. Но, безусловно, они нуждаются в особой поддержке. У нас в городе открылся реабилитационный центр для детей, инвалидов и детей с ограниченными возможностями в прошлом году. Сейчас там активно оказывается социальная реабилитация, социально-медицинская реабилитация. Но и создан клуб, называется «Отважные сердца». Это клуб родителей, мамочек, которые воспитывают этих детей. Кроме того, в городе есть и общественные организации, которые воспитывают детей инвалидов. Например, «Ветер перемен». И они тоже для меня уникальные люди, которые… Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что это всё не просто совмещать воспитание особого ребёнка, общественную жизнь. И при этом они реализуют проекты, которые выигрывают на всероссийских конкурсах. Вот, например, «Театр Зазеркалья». Это когда особые детки с обычными детьми ставят «Театрализованные постановки». Удивительно, удивительно. И очень много других особые дети. И мы с ними взаимодействуем, мы привлекаем их и к городским мероприятиям, мы участвуем в их мероприятиях. И для них это важно, когда все их проблемы мы знаем. И вот благодаря, собственно, их мнению был и создан этот реабилитационный центр. Их потребности. В городе до этого такого не было. И это прекрасно. Я думаю, что уже в самое ближайшее время, в воскресенье, наверняка на разных площадках города можно увидеть выступления детей. И разных детей. Самое главное, что любимых детей, которые подготовили свои поздравления для родителей. Правильно? Совершенно верно. Я хочу ещё задать вопрос по поводу особенных детей. Очень важно не только, понятно, их поддерживать, но и о том, чтобы они не чувствовали себя особенными. Чтобы они чувствовали себя наравне со всеми. У нас в одной из прошлых программ к нам в студию приходили представители... Директор детского сада. Директор детского сада. Представители нашего университета. Я забыл номер детского сада, инклюзивного. Номер 38, если не прошу больше. В котором помимо детей, просто детей, ещё есть дети с ограниченными возможностями. Вы как-то взаимодействуете вообще в корме? Мы называем их «дети с безграничными возможностями». Безграничными возможностями. И мне это нравится больше. Да, да, да. Это такие же дети. Просто они нуждаются, у них несколько где-то больше в чём-то потребности. Действительно, в учреждениях образовательных городов существуют инклюзивные классы. Дети, которые в детских садах в обычной группе, они обучаются и проходят дошкольную подготовку в обычной группе. Да, это, наверное, может быть дополнительная нагрузка на педагогов и воспитателей, но это очень важно и для особых детей с безграничными возможностями, и для наших, обычных детей, потому что это воспитывает и толерантность, будем откровенными, да, и помогает ребёнку социализироваться в нашем обществе, другому, да. Поэтому, да, взаимодействие такое происходит, и это действительно осуществляется. Спасибо. Это прекрасно. Я всё. Мы растаяли, да. На самом деле, напомним ещё раз, что сегодня уже вечером будут чествовать мам, да, глава города будет их поздравлять, ну, естественно, мы тоже активно готовимся к этому празднику. И в воскресенье 25 ноября можно и нужно отправляться гулять. Не забудьте взять своих мам, это очень важно. А если они далеко, не забудьте им позвонить. Да, 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 это тоже немаловажно. Все мамы должны быть счастливы в этот день, хотя бы пусть один день. И получить хотя бы маленькую толику внимания. Да, естественно, специально для них и только для них. Ну, естественно, мы благодарим нашу сегодняшнюю гостью, директора департамента. Специально защитное население города Ростова-на-Дону и Ирина Шувалова у нас была. Ирина Шувалова, она рассказала о предстоящих мероприятиях, о том, как отмечается на Дону День Матери. Но я хочу последний штрих всё-таки вынести. Вы сказали, что ваша семья особо чествует бабушку. Я уверена, что она на вас смотрит. Скажите ей что-нибудь. Мамочка моя дорогая, я тебя поздравляю от всей души с этим праздником. Я тебя благодарю за всё, что ты дала и даёшь сейчас. И в твоём лице поздравляю всех-всех мамочек. Желаю им крепкого здоровья, счастья и счастливых детей. Я хочу как можно дольше видеть твою счастливую улыбку, как и все дети на свете. Не забудьте сегодня поздравить своих мам. Утро на канале Дон-24 продолжается. И напомню, сегодня пятница, 23 ноября. И ещё раз напомню о том, что в ближайшее воскресенье мы будем отмечать День Матери. И у нас следующие гости, которые, кстати, тоже имеют непосредственное отношение к этому празднику. Дорогие друзья, прошу любить и жаловать. Маргарита Минулина, основатель агентства BabySeed. Маргарита, доброе утро. Доброе утро. И одна из нянь этого агентства, Анна Шашалова. Анна, доброе утро. И представьте нам, и, наверное, вы, поскольку вы с микрофоном, представьте нам юную гостью. Это моя дочка Белочка. Мы сегодня с ней приедем. А, я, ух ты, как я. Мы вместе пришли. Мы родственники. Конечно. Мы вместе пришли, потому что вот частенько такое бывает, что не с кем оставить ребёнка. Ходим вместе, вместе с няней. И я так понимаю, что именно эта мысль и заставила вас перейти к идее основания этого агентства. Да, именно так мы с сестрой испытывали такую острую необходимость. Знаете, все мамы, наверное, знают, что очень иногда нужно куда-то вырваться, выбраться на 2-3 часа. И иногда и бабушка не может быть доступна, и ребёнка не с кем из взрослых. Папа у нас работает. И взять его с собой. Можно взять с собой, можно оставить дома с нянечкой. Просто нужно будет уделять внимание, а не заниматься своими делами. Да, да, да. А так ребёнок всегда на виду. А если нам нужно оставить дома, то у нас есть камера видеонаблюдения. О, как. Да. О, как. А сколько уже лет у вас агентство работает? У нас, мы открылись в этом году несколько месяцев назад. Несколько месяцев назад. Да. А сколько нянь вообще у вас работает? У нас работает сейчас 5 нянь, которые расположены в разных районах Ростова. И это обеспечивает нам такое удобство. То есть логистика хорошо организована у нас при необходимости. То есть даже то, что иногда в городе пробки вас тоже это не... Абсолютно. И даже если нам мамочки иногда звонят и просят выручить буквально за 2 часа, за час, мы очень можем оперативно и быстро найти нянечку подходящую. Как человеку, допустим, которому нужна услуга няни на час, да, вот я смотрю, я смотрю, Белла не может всё-таки без мамы. А можно её выпустить, поползать, Анечка? Конечно. Давай, давай, давай. Поползай по полу. Пошли. Ладно, я вернусь к разговору. Как всё-таки человеку узнать о вашем агентстве? И как заказать даже, лучше как заказать няню на час? У нас есть Инстаграм и есть сайт. И при необходимости нас можно вызвать по телефону, оставив заявку на сайте непосредственно. Я понял. Такой вопрос. Ну, всё-таки доверить ребёнку. А может быть, а вы всё-таки её к себе возьмите? Да, давайте, давайте. Друзья, я думаю, что давайте, может быть, прямо на руке она успокоится. Да. Белла. Вот, вот, всё, с этого надо было, привет. Вот видите, так оперативно, если ребёнок вдруг раскапризничался, я вижу, то есть очень часто такое бывает, у меня малышка очень привязана, и поэтому приходится нянечку с собой. Ну, а, кстати, да, насколько это удобно? Всего пять человек, да, сейчас работает? Да, пока да. Ну, пока да, пока получается пять человек. Ну, и, естественно, наверное, такая няня, она должна обладать какими-то невероятными, отличительными чертами. О, давайте об этом поговорим. Конечно. Вот, Анна не даст соврать, у нас… О, какой апельсин! У нас очень строгий отбор. Все наши нянечки проходят обязательно медицинское обследование, это подтверждается медицинскими книжками. У нас есть особые психологические тесты, целый набор, которые нам соответствующие сотрудники формировали. По которым мы определяем, насколько нянечка способна, да, оставаться с детьми, насколько она адекватна. Самое главное у нас условие – это любовь к детям. Это даже не опыт работы как няни, как таковой, это опыт взаимодействия с детьми и большая любовь к детям. И все наши девочки, женщины, которые у нас работают, они безумно любят детей, и мы доверяем им своих детей. То есть, я так понимаю, что к возрасту вообще никакого… Главное это… Ну, 18, чтобы было. Ну, я имею в виду… У нас есть разные мамочки, которые желают видеть нянечек разных возрастов. Есть молодые, есть в возрасте, но главное условие – это вот любовь к детям, наличие действительно опыта работы, взаимодействия с детьми. И, конечно же, все необходимые анализы, все необходимые условия для того, чтобы работать с детьми у нас имеется у нянечек. Ну, вот, кстати, на Западе очень распространена практика, да, вызвать няню на два часа вечером, чтобы папа с мамой сходили в кино, посмотрели там в ресторан. В ресторан. Просто погуляли. Уделили время себе. И с ребенком остаются, там, в фильмах часто показывают соседские дети старшие, которые уже подросли. Да, 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 знакомая картинка. И, в принципе, этого страха нет. У нас люди очень боятся зачастую, говорят, как это, во-первых, чужой человек в доме, а я своего детюшечку оставлю. О, мамочки дорогие! И мне кажется, это нужно, ну, как бы вот родители сейчас уже готовы к такой услуге. Вот мы несем это в массы. Мы на своем примере, на примере мамочек, которые уже пользуются нашими услугами, мы показываем, что это не просто не страшно, это очень удобно. И, действительно, мы взяли, вот как вы сказали, за пример именно западную модель, но мы ее усовершенствовали. Мы добавили видеокамеры. То есть, если мамочка очень-очень боится, и мы понимаем это, потому что на самом деле мы бы сами, наверное, пользовались камерами, если бы оставляли детей с организацией, да, с частными нянечками. Это очень удобно. Вы можете онлайн наблюдать за тем, что делает ваш ребенок. Устанавливается специальное приложение. И вот этим самым, да, мы предоставляем мамочкам необходимые там справки, которыми обладают наши нянечки. Мы рассказываем об их компетенциях. И, конечно, у нас есть пробный выезд, где мамочка может убедиться, что нянечка может справиться с ребенком. Это доставляет огромную радость. И вот Анна тоже не даст соврать. Дети потом не хотят с ними расставаться. И ждут их с удовольствием, рисуют им рисунки, дарят им подарки. И всегда это у нас выезд, это праздник. Ну, я смотрю, что у Беллы одна из любимых игрушек. Она с апельсина переключается на волосы, да? Конечно, мамины волосы. Да, подручные средства все хороши. Слушайте, по поводу приложения. Ну, если честно, у меня, ну я, наверное, поскольку я еще не отец, хотя... Не мать. Не мать. Не мать и не отец. Вот, да, приложение. Но я, если честно, плохо себе представляю. То есть вот ситуация, да, находится мама, если я правильно понимаю, находится мама в городе. Ее ребенок остался дома один, без няни. Или все-таки няня есть? С няней. Нет, конечно, с нянечкой. А, все, а я глупый человек. Нет, ты, как обычно, ничего не понял, всех запутал. Я вот, знаете, у нас, я не знаю, у нянечки есть у нас микрофон? Нет. Нет, к сожалению, да? Ну, придется тогда нашу гостю спрашивать. Да, да, да. Вопрос следующего характера. Есть один прекраснейший фильм про няню. Пусатый нянь? Нет. Советский? Не совсем. Советский, Скарлетт Йоханссон там играет одну из главных ролей, когда, ну, она работает в университете и подрабатывает няней. Но зачастую так есть разные стадии, да, заменять на один-два часа, заменять там на весь день и заменять все время ребенка. То есть я так понимаю, что у вас все-таки услуга предоставляет, это временная, да, замена? Да, совершенно верно. То есть сама необходимость у нас возникала, мы отталкивались от своего спроса, так скажем. У нас есть время для того, чтобы заниматься с детьми, поэтому мы нуждались именно в таком выездном характере. Но, конечно, для постоянных наших клиентов и для мамочек, которым очень полюбились наши няни, которые хотят на постоянной основе пользоваться услугами, у нас есть система абонементов. То есть мы очень гибкие и, в принципе, стараемся удовлетворить все просьбы и потребности наших мам. Нам действительно нравится помогать. Ну, а вот вообще по своему опыту, как дети воспринимают? Потому что сколько были лет? 11 месяцев всего. Еще нет лет, еще есть только 11 месяцев. Были 11 месяцев, и с какого времени вы ее вот оставляете? Вот мы начали, вот как только мы начали, мы, в принципе, уже несколько месяцев оставляем. Уже 3 месяца она... Ну, где-то с 8-9 месяцев Бэлла остается с няней на несколько часов. И, в принципе, нормально это переносит. Потому что многие говорят, как же так, для детей это очень отрицательно, мама должна быть рядом всегда. Вы знаете, вот самое интересное, что когда я рядом, вот она может так закапризничать. И если я вижу по камерам, что она с нянечкой, практически всегда они себя прекрасно чувствуют, они развлекаются. Как только видят в поле зрения маму, она хочет к маме. Поэтому есть еще вот такой нюанс, которым должны знать мамы, если вы берете с собой нянечку, ребенок может попроситься к вам. Ну, это такой нюанс. Ну, естественно, это логично. Это нормально, Анна, ты же мама. Все-таки, чтоб твой ребенок к тебе не попросил. Мы за всеми этими разговорами все-таки забыли то, с чего мы начали. День матери у нас предстоит скоро. Ну, во-первых, мы вас поздравляем и вас тоже с наступающим этим праздником. Но у меня вопрос. Вы каким образом будете как-то, не знаю, отмечать, поздравлять своих клиентов? Ну, вообще, что у вас будет в воскресенье весь день, 25-го числа? Во-первых, у нас совместный проект с Изи Мама Супер Мама. Мы там будем партнерами. И мы всех туда приглашаем, конечно же. Во-вторых, конечно, у нас впереди еще Черная Пятница. Поэтому мы совместим два праздника и предложим скидку нашим мамочкам. Об этом можно узнать из нашего приложения Инстаграм. Мы обязательно там объявим об этой акции. Конечно, будем весь день поздравлять. Будем с нашими подопечными рисовать рисунки мамам под предводительством, под сопровождением с нашими нянечками. Будем обязательно активно участвовать в этом дне. Потому что, да, для меня это первый год в новом качестве мамы. Тоже очень благодарна своей мамочке и всем-всем нашей маме. У вас есть несколько секунд для того, чтобы поздравить вашу маму и вообще всех мам с наступающим праздником. Спасибо большое за возможность. Да, от всего агентства Вебисит мы хотели бы поздравить всех уже состоявшихся мамочек. Пожелать им спокойствия, пожелать им свободного времени на себя. Мы вам в этом поможем. Конечно, счастливого материнства. Счастливого, безоблачного. И пусть это время станет одним из лучших в вашей жизни. Дорогие мамы, с наступающим вас праздником! И продолжайте смотреть «Утро» на канале Дон-24. Яркое, долгожданное, зажигательное и теплое от наших объятий и улыбок. Пятница продолжается на телеканале Дон-24. И чтобы ваше утро зарядило вас бодростью духа на весь ближайший день, а то и что уж там на день, на уикенд предстоящий, я предлагаю прямо сейчас включить музыку, впустить ее сюда, в нашу студию. Тем более, что пятница музыкальная по традициям. Да. Дорогие друзья, а утро-то мы продолжим вместе с вами на самой настоящей высокой ноте, потому что гостья наши музыкальные, самая, что ни на есть, настоящая оперная певица. Прошу любить и жаловать. Мария Жмурина, Маша, доброе утро! Доброе утро! А почему опера, как так случилось в жизни, куда, где вы так свернули, что выбрали именно такое направление? Вы знаете, мне с детства безумно нравилось смотреть, оперы слушать. И будучи маленькой десятилетней девочкой, я безмерно мечтала окунуться в вот эту музыкальную атмосферу и поступила в музыкальную школу. А Мария, видимо, громче всех просто кричала. Сначала в роддоме, потом в детском саду, потом в детском саду и в школе тоже. Знаешь, кто-то, кто готов? Я! А у меня вот вопрос еще. Ты сказала, что с самого детства, то есть прямо вот... Я понимаю, что дома слушали оперу. Где ты ее слушала? Где, где, где? Где ты ее услышала. Не слушали дома оперу, я вам больше скажу. Сама? Да, у меня в семье больше нет музыкантов. Как-то даже так удивительно, да? Обычно в музыкальных семьях продолжают традиции, а тут десятилетняя девочка слушает оперу. Ну а вообще, вот как ты пришла? А не послушать ли мне оперу? В десять лет? Вообще, чьих авторов, чьи произведения до самого детства первые были? До самого детства? Римского Корсакова. Это один из моих самых любимых русских композиторов. Кто тебе дал это слушать? Мы в детском саду еще это слушали. А, вот. Значит, все-таки в детском саде. Вот, мы нашли оттуда ноги, ноги растут. Работники детского сада, молодцы какие, ставили детям высокую музыку. И это прекрасно. И вот оттуда пошло это. Так, хорошо. Пошли в музыкальную школу. Там что, учиться на каком-то инструменте, как правило, надо? Или отдельно вокал? Сначала был только вокал, но потом, годам, наверное, к двенадцати, я очень просила мою маму, чтобы она отвела меня еще и на фортепиано. И так как у вокалистов, в принципе, основной инструмент — это голос, фортепиано... Ну, что логично. Да. Более халатно, знаете, к нему относятся. Но я все-таки уговорила маму. Меня взяли на 45 минут один раз в неделю заниматься фортепиано. Мне, честно говоря, это всегда очень нравилось, но довольно-таки сложно. Поэтому больше я занималась голосом. И что-то мне кажется, что салфеджио тебе не нравилось особенно. Я очень люблю салфеджио. Это первый человек в нашей студии. Наконец-таки мы нашли этого человека, он существует. Да. Ну, и благодаря этой любви, естественно, сейчас ты уже можешь сказать о том, что за плечами и конкурсы, и российские, насколько я понимаю, международные, правильно? Правильно. Что за конкурсы, расскажи. О, вы знаете, участвовала в множестве разных конкурсов. Все, наверное, даже и не припомню, но я... Ну, например. Да, «Национальное достояние», «Весенние голоса», еще много, много раз. Но ты поешь там именно оперу. Да, всегда. Всегда ты поешь оперу. Никаких других вариантов быть не может. Нельзя одеть кожу, нацепить на себя серебро и спеть что-нибудь... Аэросмит. Да. Куин. Нет, только дома. А, все-таки бывают отступления от правил, пока никто не видит и не слышит. Конечно. У нас в ближайшее воскресенье будет отмечаться праздник День Матери. Доводилось ли тебе выступать на концертах, посвященных этому празднику? Вы знаете, да. Так. Был случай в моей жизни, когда мне было 15 лет. Один фонд организовывал концерт в честь Дня Матери. И в Театре имени Горького я выступала на полный зал. И я помню, мне это так понравилось. Именно тогда, мне кажется, я уловила, что музыка – это мое. Слушайте, какая идеальная гость. А ты еще скажи, что ты была Снегурочкой на Новый год. Было? Да. Нет, ну, Алексей, это же предсказуемо. Белокурая дева у нас тут сидит. Она просто обязана когда-нибудь в своей жизни быть Снегурочкой. Ну, нужно отметить, что Мария продолжает обучение в данный момент, правильно? Правильно. Ты учишься в музыкальное направление, да, у тебя учеба? И не только. И не только, еще лингвистику ты выбрала. Да. Почему такое направление вдруг решила дальше еще развиваться, расширять свой кругозор? Да, во-первых, я всегда очень любила языки. Они мне легко давались, поэтому… Сколько языков сейчас уже в арсенале? Да не так много. Не считая русский, английский я знаю практически в совершенстве, итальянский. Сейчас я учу латынь. А латынь-то зачем? Мертвый язык. На самом деле на нем еще разговаривают. Кто? Покажите мне этих людей. Мне тоже хочется на них посмотреть, но нам преподаватель говорит, что еще на нем разговаривают. Что все-таки есть такие. Значит, надо изучать. Ну, итальянский логично, потому что в основном все оперы. Оперы на итальянском. Оперы, да, написаны на итальянском. То есть ты, видимо, начала его учить для того, чтобы, да… Да, так как я учусь в колледже искусств, там у оперных вокалистов, сразу же с первого курса дается итальянский язык, чтобы мы им владели, чтобы мы понимали, о чем мы поем. Прекрасно. Ну, а латынь-то зачем тогда? Просто ради интереса? Просто ради того, что это есть в программе лингвиста. Ну, просто. Чтобы знали. Ну, и чтобы кому-то когда-нибудь сказать, я знаю латынь. Ну, блеснуть. На самом деле, вот очень интересно. У нас немногие молодые люди любят оперу. Ну, давайте будем честны друг с другом. К сожалению, опереть-то еще более или менее полегче, да? А вот опера – это уже такой тяжеловесный жанр, и сложно многим смотреть. Мария, вот давайте так. Что бы вы сказали молодым людям, почему они должны хоть раз в жизни обязательно прийти? Сходить и послушать оперу. Да. Во-первых, если молодой человек, неважно кто, идет на действительно хорошее представление, он получает невероятное удовольствие от, давайте не уберем вокалистов, декораций, от атмосферы, от театрального просвещения, от людей, которые тоже пришли послушать. Ты напитываешься этой атмосферой и выходишь невероятно, знаете, удовлетворенный тем, что сюда пришел. Вот для чего надо прийти. Ну и я думаю, что нужно начать уже многим разбираться в опере, потому что, когда Мария выйдет на большую сцену, это же будет одно удовольствие – смотреть, ее смотреть и слушать. Хованщину смотрели в нашем театре? Знаете, еще не привелось. Безобразие. Надо срочно исправить эту ситуацию. Надо срочно идти и смотреть. Я скажу вам, там есть на что посмотреть. А я предлагаю исправить другую, ну не ошибку, а исправить ситуацию и попросить все-таки Марию разбудить всю ростовскую полную. Уже пора спить. Уже пора, да. Алексей, вносите реквизит. Я штатный носитель микрофона. Да, спасибо вам большое. Вот это ваша импровизированная сцена и зритель у ваших ног. Насладитесь аудиторией. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok